ВОЙНУ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ЯК У РОЗНЫХ ГЕСТАРЫЧНЫХ АБСТАВІНАХ НАЦИИ СПРАБЛЯЛІСЯ С КАЛЕКТЫВНЫЙ ВЯНОЙ ЦІ АЧЮВАЮЦЮ СВЕТЮ РОЗНЦЮ УСТАВЛЮНІ ДА ТІПЕРЫШНІЙ ВАЙНЫ САРОТ БЕЛАРУСАЮ І РАСІІЦІЮ ГЭТЫЙ ДА ІНШІ ПЫТАНІЯ МІРКУЮМ СЁНІШНІМ ГОСТІМ РАЗМОВЫ НА СУВЕЗІ С ПРАГІ ЕСТОРЫК АГЛЯДАЛЬНІК РУССКАЙ СЛУЖБЫ РАДЮА СВАБОДА ЯРАСЛАУ ШЮМОВ ЯРАСЛАУ ПРАИТАНІ ДОБРЫЙ ДЕНЬ Ну, ЄСЬ ТАКАЯ ФРАЗА, ЧТО ИСТОРЫЯ НИЧОМУ НЕ ВУЧІЦ, АЛЕ МЫ ЇЮ ОТХІЛЯЮ АДРАЗУ ПАКОЛЬКИ ПРЫНАМСЯ ИСТОРЫЯ ВУЧІЦ НАС ПРАВУДІЦ ПЕВНЫЕ ПАРАЛЕЛЮ І АНАЛЛОГИЮ І ВОЗЬ НЕЗДАРМА Я БА УСТУПЕ СКАЗАЛ ПРА ДРУГУЮ СЮСВЄТНЮ ВАЙНУ ПАКОЛЬКИ ТАМ БЕЗУМОВНО МОЖА БЫЦЬ НАМ БУДЮСН НЕКИЕ КАРЫСТНЫЕ АНАЛЛОГИ СТЕПЕРАШНЮ ВОЙНОЕ, СТЕПЕРАШНЮ СИТУАЦИИ И вот некоторые краины, которые довольно долго поддерживали Гитлера, были агрессорами, были, при нам, пособниками агрессоров, потом им удалось перейти на бок антигитлеровской коалиции. Как это здоровалось? Каким, может, самый яркий приклад? Ну, там, на самом деле, примеры очень разные и судьбы очень разные лидеров тех стран, которые, так сказать, выступили на стороне нацистской Германии. Ну, например, Италия, главный, как бы, долгое время союзник Третьего рейха, там переворот произошел в 43-м году, дуча Муссолини был свергнут собственными соратниками. Но он за счет немецких войск, которые вторглись на север Италии, сохранил свою власть в половине страны, а другая половина перешла на сторону союзников, и там высадились британские и американские войска вместе с теми частями итальянской армии, которая, так сказать, сменила фронт, перешла на другую сторону. Как мы знаем, спустя два года Муссолини, наконец, был пойман и казнен итальянскими партизанами. Другой интересный пример – это Румыния. Там тоже произошел переворот, он произошел в августе 44-го года, когда советские войска уже находились на границе Румынии, и было ясно, что Германия войну проигрывает. Там тоже произошел внутренний дворцовый переворот, который устроил сам король. Молодой человек, ему было 20 с небольшим лет, он был долгое время в тени диктатора Антонеску, а тут решил выйти на первый план и со своими, так сказать, соратниками, военными в основном, отстранил диктатора. Приказал его арестовать, и Антонеску впоследствии был отдан под суд и казнен в 46-м году. А сам король был свергнут позднее коммунистами. Но в тот момент, после этого переворота, он заслужил большую благодарность в том числе и Сталина. Он, как известно, король Михай стал кавалером ордена Победы, одного из высших советских орденов, и его шутливо называли король-комсоболец. Поэтому из-за молодого возраста и вот этого обстоятельства, что он был кратковременно обласкан Сталином. В Финляндии. Там тоже было очень интересно. Там, как ни странно, главнокомандующие финскими войсками, которые вели так называемую войну продолжения, там была зимняя война, 39-40-й, и была война 41-44-го годов. Ее финны называют война продолжения. То есть недоразобрались с Советским Союзом, хотя и на стороне Германии, но решали только свои территориальные вопросы финны. Они это подчеркивают, вся их историография. Так вот, маршал Мандергейм, который командовал финской армией, командовал достаточно удачно, учитывая огромный перевес советских войск над финскими, он был в срочном порядке избран президентом республики. А несчастного президента Рюти, который формально был главой государства во время войны, его потом отдали под суд. И, в общем, сделали своего рода с еще несколькими членами правительства козлом отпущения. Потому что по довольно загадочным причинам Сталин к Мандергейму относился, как ни странно, неплохо. Хотя Мандергейм в прошлом царский генерал. То есть, в целом, по этих приказах можно сказать, что перейти на бок будущего переморца никогда не поздно. И больше за то, в послевоенном свете, эти переморцы, возле этих, которые переметнулись, воспринимают, как своих союзников. Их не карают за то, что они долгий час были с агрессором? А вот кого как, понимаете, тут от репутации зависит. Потому что, например, вот тот самый Иоанн Антонеску, румынский диктатор, у него была настолько запятненная репутация, потому что на его совести румынский режим был после немецкого, наверное, самым антисемитским. Они очень много отправили евреев румынских в лагеря уничтожения. Хотя, как ни странно, там было разделение. Там была старая Румыния, приобретенная территория, и старые Румынии не депортировали. Тем не менее, там были погромы, там было соучастие в преступлениях нацистской Германии на оккупированных территориях Советского Союза. Самый известный – это Одесский погром, где примерно 30 тысяч евреев Одессы были уничтожены румынскими оккупантами. В общем, там клейма не было где ставить, что называется, на маршале Антонеску. Поэтому с ним обошлись с максимальной строгостью. Он был румынским же судом осужден и расстрелян. Он сам командовал своим расстрелом. Он такой был немножко артистичный человек. Поэтому махнул шляпой напоследок и сказал «пли». Но это его репутацию не сильно, что называется, сохранило. Но если вот такой личной неприязни и какой-то запятанности очень большой нет, то, конечно, политика – дело сложное. И, в общем-то, можно и выкрутиться, скажем так, из ситуации. Так, вот, когда переходить от исторических налогов до нашей теперешней ситуации, что нам важно, минавито, до роли Беларуси, поводли, ну, скажем, всех международных концепциях, то, что Беларусь представила свою территорию, с территории Беларуси ожидаются авианалеты, артиллерийские налеты, и она уже удельник агрессии. Але все-таки все зараз, и Украина, и Захад, видовочно ставятся до Беларуси, как, ну, некий агрессор другой ступени, не такие, как Россия. В будущем это может быть отделение довольно разное? Ну, безусловно, все-таки беларусские войска, по крайней мере, на данный момент, непосредственно участия в адресе против Украины не принимают. Хотя территория используется тут, вы совершенно правы, конечно. Ну, и, конечно, очень многие указывают на то, что присутствие российских войск, которые вошли на эти учения в феврале совместные, уже не вышли. Часто это трактуется как такая фактическая оккупация Беларуси, частично, по крайней мере. То есть есть такая, как бы, такая точка зрения, в западной печати она встречается, что Беларусь, ну, скажем так, лишь частично суверенным государством осталась в этой ситуации. То есть сложно ее, в этом плане, однозначно ее шаги воспринимать как невынужденные. Хотя, с другой стороны, понятно, что фигура президента Лукашенко, она, скажем так, мягко очень скажу, непопулярна на Западе. Поэтому, что касается его личной воли, ну, тут судить сложно, вынужден ли он в этой ситуации действовать, или все-таки с удовольствием и добровольно. Но к самой Беларуси вот такое я встречал отношение, что в данном случае эта страна не совсем свободная в своих решениях, так скажем, и действиях. И, напевно, в этом сенсе важно и тое, что, может быть, не было в 40-е годы, а то, что важно зараз громадское меркование, тыж розные свечни, розные пытания громадской думки, які показывают, что беларусы, ну, первая важная большинство, не хочет с этой войны, не хочет уделу, вадрознят России. В том сенсе, что можно сформуливать, зараз перед Закадом стоит пытание, гэта война Путина, ци война России, российского народа. И все многие больше разумеют, что гэта война в значной ступени российского народа. Али в Беларуси есть небыто консенсу, что эта война Лукашенке, али не в якем разе не беларуского народа. Ну, во-первых, там, конечно, все сложнее с ситуацией, насколько это все-таки война российского народа, потому что, что люди говорят, насколько искренне они отвечают в этой ситуации на вопросы, это тоже, в общем, все весьма сомнительно. Скажем так, массового какого-то сопротивления и протеста этой войне в России нет, поэтому с этой точки зрения позиция большинства, видимо, она такая соглашательская. Что касается Беларуси, то, к сожалению, насколько я могу судить, конечно, до общественного мнения Европы и западного мира, ну, мало что доходит. Вот что касается этого отличия, возможного во взглядах беларусов от россиян на эту войну, это, к сожалению, на заднем плане, очень на заднем плане. Я сомневаюсь, опять же скажу, к сожалению, сомневаюсь, что не то чтобы широкая общественное мнение, но даже и большинство западных демократических политиков сознает, что дела обстоят вот таким образом, и беларусское общественное мнение несколько отличается или заметно отличается от российского. То есть то, что мы гоноримся, что вот рейковая война, то, что беларусы выходят на протесты, и две тысячи людей были затриманы, починающие от войны, то, что беларусы воюют в Украине, все это все-таки, как вы лишите до, ну, скажем, головных полисемейкеров, головных политиков европейских, в такой ступени, как мы думаем, не доходит. Ну, я бы сказал, что, к сожалению, не доходит. Это сильно, так сказать, на окраине вот этого информационного поля, которое посвящено этой войне, потому что на переднем плане, естественно, сама война, сами боевые действия, жертвы ужасные среди нервного населения, потом тема, естественно, контактов Украины и Запада, и западной помощи Украине, тема каких-то переговоров, которые срываются между Украиной и Россией, а вот такая тематика, как Беларусь и то, что там происходит, ну, я думаю, что вот в Польше, наверное, вам виднее, а в странах Центральной Европы, там, в странах Балтии, наверное, это, конечно, более слышно, но насчет Западной Европы, я сомневаюсь, что это как-то сильный, имеет какой-то сильный отзвук в тамошнем общественном мнении. Давайте прозвожаем про коллективную вину, якая, ну, з многих боков, може гэта тема быть представлена. Пачалась война, украинцы многие адразу пачали абенавачивать беларусов, беларусы в адказ стали казать, что нельга абенавачивать народ, таки змагался супрыць Лукашенке, який сидел в Турмах и в селях патремлевые украинцы, у тым, что зараз в территории гэтае краины, якая саправдыческого акупованная, як многие заявляюць, отбывается агрессия. Вось тим, як в истории розной нации с гэтым почутцем коллективной вины ужываліся. Хтось змагался супрыць, хтось признавал гэта. Якие самые, може быть, яркие для наших аналогій приклады? Ну, эта концепция коллективной вины, она вообще неоднозначна, конечно, потому что кто-то может сказать, ну, во-первых, кто-то все-таки протестует, кто-то что-то делает против этой войны, кто-то за это несет даже и тяжелую ответственность или какие-то жизненные, так сказать, потери в связи с этим. А те, кто-то может сказать, что, ну, а, собственно, что я делал плохого? Вот, платил налоги, ну, это тоже вопрос такой спорный, насколько это вина за войну ложится на каждого налогоплательщика. Наверное, да, наверное, ложится. Но коллективно не всегда можно вот так вот просто чохом осуждать всех. Во всяком случае, люди так на 100% не чувствуют. Я уверен, что не 100% россиян не чувствуют себя ответственными за эту войну, не тем более 100% белорусов и так далее. Другой вопрос, что те, кто чувствуют и вообще потом, когда, так сказать, конфликт кончается, как с этим жить и как с этим наследием разбираться, вот это другой вопрос. Допустим, в Германии это длилось очень долго. Это у нас такое упрощенное представление, что Германия проиграла войну, там тут же началась деноцификация, и они тут же, им стало вдруг стыдно за Гитлера, и они дружно покаялись. Это не так. Первых лет, по меньшей мере, 20 после Второй мировой войны, собственно говоря, деноцификация была, но она коснулась лишь верхушки нацистской, ну, скажем так, среднего и верхнего эшелона. И то не всех. Даже многие командующие так называемые Айзацгруппен, которые творили самые страшные преступления на оккупированных территориях, они либо бежали, успели, либо отсидели какие-то символические сроки, там, 5-7 лет, и вышли, и дожили себе спокойно, и умерли немецкими благополучными пенсионерами. Настоящее вот разбирательство и как бы расплата с прошлым, ее начало, как ни странно, поколение уже следующее. Поколение военных детей и даже людей, которые уже после войны родились. То есть это началось в конце 60-х и длилось до 80-х годов. Таким шагом окончательным считается речь президента тогдашнего Федеративной Республики Германия фон Лайдзекера по случаю 40-летия окончания Второй мировой войны, это 8 мая до 85-го года, когда он впервые сказал, немецкий президент, что этот день был днем освобождения и для немцев. И, соответственно, сопроводил это всеми нужными словами, так сказать, покаяния. Ну, жест Вилли Брандта это начало 70-х годов, это более раннее время, когда он встал на колени перед памятником погибшим в восстании в Варшавском гетто. То есть эта расплата, она собственным прошлым, она была затяжным процессом. И так обычно после крупных событий и бывает, потому что не все способны сразу сказать, ой, мы были виноваты, что же мы натворили. Кто-то будет до конца жизни говорить, что я выполнял приказ, а что вы хотите, я человек военный, я человек подневольный и так далее. Кто-то будет закрывать глаза, как сейчас масса россиян делает, что, ну, а что такое, это все вранье, это все фейк и так далее. К сожалению, человеческое сознание часто очень неподатливо, когда речь идет о вещах, которые не хочется видеть, не хочется слышать. И иногда это занимает десятилетия понять, переработать в себе и выработать новую, более человечную, более гуманную позицию по отношению к своему прошлому, к своим предкам и к тому, что они натворили. Спасибо, Ярослав. Про исторические параллели и коллективную вину мы вытрыли с Ярославом Шимовым, глядальником Русской службы Радио Свобода и историком. С вами был Виталь Цыганков. Это была передача «Размова». Заставайтесь с Белсатом. Редактор субтитров А.Семкин